Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть в психологии такой термин что ли эффект Барнума. Финиас Барнум, он был владелец цирка Шапито в Соединенных Штат Америки, гастролировал, то есть своими артистами. Ну такой был шутник, афоризмы всякие сочинял. Он рассказал, в этом мире каждую минуту рождается хотя бы один простофиля. Но эффект Барнума более научно уже так вот переводится что ли, так звучит, что вот если любую информацию о вашей личности, я произнесу любую ахинею, но под научным, религиозным или каким-то таким психологическим соусом вы в нее охотно поверите, как верят в гороскопы. Уважаемые коллеги, в свое время такой эксперимент проводили, эффектную демонстрацию. Адьютория была, у нас, которой занимались только студенты-психологи. Такая 204-я, одна группа. И вот я в феврале, начинался второй семестр, я приносил пять кусочков мела. Показывал всем, говорю, вот пять кусочков мела начала года. Я принес, кладу в трибуну на ваших глазах. Можно спорить, 30 декабря проверим, не менее двух-трех останется целыми. Потому что психология. На доске ничего не пишут. Бывало, я после лекции оставляю исписанную доску, через неделю возвращаюсь, а мои рисунки никто не стер. Доска за всю неделю никому не понадобилась. И вот здесь вот тоже, вот не использован зрительного канала, это тоже ошибка многих лекторов, гуманитария в первую очередь, конечно, что они вот излагают аудиальную информацию, от слова аудитория как раз происходит от этого слова, а зрительный канал не использует. Да еще более того, тоже это очень важно, что вот факты, которые вы сообщаете студентам, они воздействуют на его сознание. Жесты воздействуют на подсознание студента, а эмоции ваши, они воздействуют на чувства студента. И вот эти три канала абсолютно равноправны. Недопустимо читать лекцию занудно, без эмоций, ничего не рисуя на доске, без жестов. Заменять жестами тоже содержание, тоже, наверное, нельзя. Вот эти каналы абсолютно равноправны. Даже машинально эти жесты делаются, это совершенно правильно. Однажды в художественном училище мне девушка одна заметила, говорит, а вы специально нас гипнотизируете? Говорю, как это так? Ну вот вы всякие жесты делаете. Нет, говорю, они не в машинальных действиях, потому что для меня это очень важно. Я даже мысли, наверное, не смогу выразить, если они не будут в чем-то жестом каким-то, черкани на доске там и так далее. Так что три канала восприятия, они абсолютно равноправны. Уважаемые коллеги, в психологии есть такой базовый достаточно интересный закон, называется закон Еркса-Дотсона. Это американские ученые Еркс и Дотсон в 1908 году, они открыли его, ну вот как бы это связь с мотивацией и качество деятельности. Они даже не психологи были, ну так, физиологи что ли. Они работали с мышами лабораторными, и вот лабиринт, и такое задание. Ну мышка бежит, она налево, направо, прямо, и вот когда сворачивает налево, ее наказывают электрическим разрядом, а прямо направо ее не трогают. И вот потом смотрели, за какое количество раз мышку запоминаешь налево нельзя. Ну скажем, при разряде там 2 вольта мышка, ну с 5-го, 10-го раз запоминала, да? При разряде 4 вольта она с 2-го раз запоминала, при разряде 8 вольт сразу запоминала налево нельзя. А когда же там 12 вольт, она вообще сходила с ума, лезла на стенки и так далее. Ну, при таком выводу, ну, там, других животных, на людях, может, током не били, но вот уровень мотивации, то есть, мы считаем, вот график, да, вот мы мотивируем, там, платить человеку, ну, все больше и больше, да, а здесь качество деятельности, вот считается, что это такая прямая или кривая, ну, чем больше платить, тем лучше человек работает, ничего подобного, эффект совсем другой, такая параболическая кривая, и вот есть оптимум мотивации, что выше него деятельность только ухудшается, даже в оплате труда, если это будет. Ну, народ это называет так, слишком хорошо, тоже нехорошо, вот ухудшается качество деятельности. Если, скажем, вы хотите переманить свою фирму, там, ну, ценного специалиста, вы же не можете, там, от балды нас дачить ему миллион рублей в месяц, да, вы поинтересуетесь, какая зарплата у него конкурентов, какая в среднем по городу, по отрасли, там, в таких подобных фирмах, и вы дойдите ему чуть больше, мы только чуть, скажем, в два раза абсолютно бесполезно увеличивать его заработную плату, может, он и согласится, и перейдет, ну, недолго проработать фиктивно, потом все равно будет жаловаться, мне мало платят за мою квалификацию, за мои старания, никто ведь недоволен своей зарплатой. И вот этот эффект ярко-садот, он очень хорошо проявляется. Или когда вот начинают говорить, да, что, ну, что вы хотите, от нашего образования учителя мало зарабатывают, преподаватели тоже, вот, надо увеличивать. Я себя спрашиваю, ну, вот, допустим, ассистент в вузе, да, начинающий, или молодой учитель, 300 тысяч в месяц хватит пока? Для начала, да, а потом там за стаж, за степень, будут надбавки, ну, вроде, многие соглашаются, да, наверное, хватит. Говорят, ну, хорошо, вот, представим себе, мы дали всем учителям 300 тысяч рублей в месяц, и что будет? А что будет? Ну, полгода, максимум год пройдет, и вас не останется ни в школах, ни в вузах. На ваши места придут любовницы прокуроров, племянницы глав администрации, в спортзал придут пацаны с спецстажем 8 лет строгого режима и так далее. В общем, хотите убить наше образование? Слишком хорошо? Тоже нехорошо, как ни странно. Печально, конечно, что так мало платят, но не то место образования, где можно разбогатеть, к сожалению. Уважаемые коллеги, еще раз хочу вас призывать, ну, к правильному произношению, что ли, на русском языке. Вот сегодня ухожу из подъезда, видите, там какое-то объявление очередное, ну, и там в очередной раз написано, да, что какие-то работы будут производиться согласно графика. Правильно произносить, согласно чему? Согласно графику, согласно вашему приказу, согласно вашему распоряжению. Или ударению, не так ставится, да. У нас занятия проходят по средам, по средам. Среды это такие физические, химические среды. А день недели, среда, значит, по средам проходят занятия. Если затрудняетесь, напишите. Каждую среду проводятся занятия там какие-то. Вот, согласно чему и по средам. И это уже будет неплохо. Уважаемые коллеги, мы как-то уже говорили, еще раз повторю на эту тему, вот, трампомания, то есть избрание президента Трампа. И вот сейчас, ну, каждый политолог, если не каждый второй там, а каждый первый, обязательно упомянет, что он-то уж предсказывал, что Трамп победит, хотя врет, конечно. Вот, ну, или там уже начинают рассказывать, что он там предпримет в первые сто дней своего президентства, что в первую неделю. Трамп об этом еще не подумал, наверное, да, они уже за него знают, все такое. Ну, я не при этом, не буду врать, что я там подсказывал чего-то. Я как-то верил больше в Клинтон, ну, Рост не мог поверить, действительно, что Трампа изберут при такой антитрамповской кампании. Я про другое. Вот, действительно, к Обаму сейчас как-то, ну, проводили плохо его, да, все, и черный бебезян там он, и все завалил там, самый неудачный президент за всю историю Соединенных Штатов. Но когда он поизбирался на первый срок, было действительно такое хорошее ожидание, да, не потому что он негр, да, молодой вроде, уверенный такой, но это, ну, и как-то так верили в него, да, Нобелевскую премию, да. А я тогда купил, у нас очень срочно перевели книгу, его издали, называлась «Дерзость надежды». Я тогда очень ее исчеркал всякими фломастерами, маркерами, очень много узнал о политической системе Соединенных Штатов, там, о выборах, а прочее, прочее. Вот, например, нас вот любят ругать, что в Госдуме у нас, да, ну, вот кнопки нажимают, там действительно такое есть, да. Мы даже, когда вот я учился на курсах, у нас один день была такая практика, что ли, в Госдуме, мы встретились с депутатами от республики Тарстан, вот, и Анбер Каремов тогда был, он бывший редактор газеты «Молодежь Тарстана», он во время этой встречи только извинился, встал, говорит, «Ребят, извините, ну, я пойду в зал, я сегодня дежурный по фракции», и пошел за всю фракцию нажимать, значит, кнопки. Вот, ну, и фракция же решила, как голосовать за это законным проектом, да, все «за» или «против», значит, просто осталось нажать кнопки, депутаты в время, вот, как с нами встречались, допустим, да, в зале считали незачем сидеть. Так вот, в Конгрессе США, скажем, ну, то же самое, да, сами конгрессмены, они находятся в кабинетах, встречи там с избирателями, прочее, бумаги какие-то читают, а так далее, а, скажем, в зале Конгресса, там чуть ли не пустой зал, и кто-то из конгрессменов для протокола просто зачитывает законопроект, свою речь произносит, никто его не слушает, да, ну, мы из трансляции в кабинеты конгрессменов, но в определенное время звенит звонок, и все конгрессмены собираются в зал для голосования, то есть они знают, как будут голосовать, законопроект они заранее прочитали, проще, и тоже нажимают кнопку, скажем, от себя, дежурных по фракциям нет там, да, но точно такая же вот эта процедура, очень похожая на нашу Госдуму, вот, а вот недавно в Москве видел книжку Трампа, говорят, Трамп он издал что-то 11 книг, такие бестселлеры о себе там, о своей жизни, вот, видел, значит, тоже книжку в Москве, в Казанском вокзале, мысли как лидер называется, то есть у Барака Обамы дерзость надежды, то есть я надеюсь на что-то, моя дерзость, а здесь мысли как лидер, я лидер, я знаю, как управлять, да, ну, вот такая вот, вот не купил только, ну, скоро она везде, наверное, будет, почитаем, вот, и вот то, что действительно Обаме сейчас приписывают уже по итогам ее деятельности, многое справедливо, да, и войны, и критика, это не оправдало Нобелевскую премию мира, да, и вот кто из психологов так сказал, а у него же сильно комплекс афроамериканца, а черный должен доказать что-то, да, и нарциссизм, самовлюбленность такая есть, и вот он не потянул такую должность высокую, вот, дерзость надежды, ну, и, наверное, что-то такое вот в этом есть. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о Казанских улицах. Честно говоря, сейчас не знаю, по-моему, ее переименовали, но была такая улица Красная позиция. Это в районе улицы Ершова, она поперек располагается где-то, мост железнодорожный, туннель. Красная позиция, почему? Там даже вот на порцевой стене пятиэтажки, там был нарисован такие два артиллериста времен Первой мировой войны, и вот они снаряд держат, пушку заряжают. Почему? Ну, это была сильная позиция красных. То есть в Казани, вот, скажем, в Петрограде советская власть была установлена, ну, кажется, штурмом Зимнего, там, выстрелы Авроры и прочее, ну, в течение одной ночи, да. Было арестовано временное правительство, потом их всех отпустили. Кто-то даже, по-моему, служил у советской власти, кто-то уехал за границу. И в ту же самую ночь, вот в Казанской ратуши нынешней, тогда дворянское собрание, прапорщик Николай Ершов тоже провозгласил советскую власть в Казани. А в Москве бои с юнкерами шли еще две недели, пока там установилась тоже советская власть. И вот вдоль этой улицы располагались позиции красных, вот из тех казарм, где сейчас было артиллерийское училище, ушки, стреляли, значит, по юнкерам, по Кремлю. Даже вот на нынешней Варенской церкви снесли колокольню, купол с колокольня, она долго стояла без головы, потом ее восстановили, и церковь вернули, церкви, отреставрировали. Вот в память о тех событиях называлась улица Красная позиция. Ну, возможно, кому-то не понравилось это, значит, надо во что-то переименовать. Хотя точно не знаю, правда-то, случилось это или нет. Но с тех событий их помнить надо. Тем более столетие Октябрьской революции приближается. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому